Вот наш друг Стас, он нас сегодня повезет. Что скажешь? Как настроение? Все здорово. Погрузились. Запаковали все более-менее. Прибыли на начало нашего пути. Речка Кепина. Сейчас там надо оперативно разгрузиться, потому что Стасу надо на работу скорее ехать. Разматываем все, выкидываем. Ну все, нас тут наш дорогой друг привез и домой уезжает. А мы идем на рыбалку. Дела. Дела, да. Все, качаем лодки. Одна, вторая. Сейчас быстренько поднакачаемся. Собираемся и уходим. Идем вчетвером. На двух. Ну вот, идем по шеерам. Красота, спокойствие. Сплавляемся потихонечку. На моторе здесь нам не пройти. У нас не водомет. Ну так, идем, не гоним, спешим. Подгребаем, рулим. Идем по речке Кепина. Ребята. Сядем на мель с тобой. Не погребет. Говорит, сейчас сядем на мель. Сядем на мель. Вот, цепанули. Дай-дай-дай-дай-дай. Все, выходим. Давай, сиди. Лес красивый стоит. Листиницы огромные просто. Сняли, сняли. Хорошо. Сядем на мель. Сядем на мель. Ниже, да. Продолжаем движение. Погода сказка. Сегодня дождь обещали. Не только обещали, а он уже был. И даже снег был. 7 июня. А у нас в Архангельске снег. Ну так бывает на севере. У нас уже снег и в июле, и в августе может быть. Да, погода непредсказуемая. Не можем пока. Идем под мотором. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. 7 июня стали перекусить у нас идет град вот такие градины здоровые вот такое фиговое лето растопили трубопечь дров нужно минимум да и времени тоже вот такая конструкция начинается небольшой ганьон идем потихонечку и вот у нас конец первого дня похода нашли место для стоянки такое хорошее ровненькое у нас пару бед в нашем экипаже и беда во втором экипаже у нас одна такая не совсем страшная беда поломали весло вот оно поломано но это такое смешная беда а самое основное мы пробили лодку пробили надувное дно поймали какое-то видимо бревно с гвоздем или ну что-то такое железное сучком так не могло нам ее порвать вот и все вот такая дыра длиной в метр сейчас сливаем воду у нас собой запас клея большой запас пвх ткани тоже есть будем мудрить клеится хотя бы так чтобы не поступало в дно вода ну вот разбили лагерь поставили палатки вот накормили пашку да накормились наелись вот Витька занимается веслом я занимаюсь лодкой вот такая у нас беда я ее прошил оставил дырку под руку вот она вся прошитая сейчас будем постепенно все заклеивать приготовился папа карло делает буратино папа карло делает плоское буратино по форме напоминает сестру буратино да такая же плоская Витька делает новое весло новую лопасть ну почти уже 70% да и у нас самая драгоценная лопасть потому что она делается из лиственницы да кстати ну что сделаешь голь на выдумку утра второй день сплава утро ну уже конечно не утро ближе к обеду нас поливает дождем поставили тент и продолжаем клеить лодку лодку вчера поставили метровую одну сегодня накачали два места есть где травить сейчас будем доклеивать у нас погода пока не радует но ничего не поделаешь положили камни сейчас будем ими лодку сушить и доклеиваться Витька ремонтирует вторую лодку у ребят сломалась выключена камни немного перегрели теперь будем остужать ну ладно лучше больше чем меньше не страшно? да вот этот долгий такой у нас процесс вот такая вот ладка нормально тут дыра тоже вот уже заклеили и вот до сюда она уходит беда все тут очень долго все собираемся выходим выходим уже поздно время день с поклейкой лодки немножко задержались ну вроде бы вроде бы все тут нагородил нагородил вроде бы все все приклеено все собираемся уходим мы наконец-то собрались все выезжаем с опозданием время уже день полдня потеряно но ничего не поделаешь вот замена лопасти лопасть сделали клейка дна ребята уже уехали но мы их догоним мы выезжаем все все второй день начало сплава ремонт прошел все хорошо вроде идем Quran обрыли в 1 хорьеза хорьеза хорошего граммов 800 700 вот так вот начало положено второй день сплава отлично вон опять этот перекат что идем на моторе прошли реку шочу подаем газку вот такой красавчик зачет красавелла вот на реке это кепина да паха еще вот такой красавец остановились порыбачить миша хорюска зацепил вон хорюсок еще один неплохой белеет вот еще один хорюсок идет красивый утирается кончик лимбет опа наши победили по стегу порвал прикинь это это нормальный синдомный хорюс красавчик Места красивые, конечно, очень. Сегодня уже половили хариуса неплохо. Хватит нам на четверых покушать. Килограмм 6, наверное, 5 суток, нормально, да? Таёрной осталось полтора километра. Сегодня планируем дойти до Котуге. И там устроить ночёвку. Прошли Йорну. Река уже стала шире гораздо. Можно идти нормально на моторе. Взял хариусок на ямке. Ну-ка, показывай. Хороший. Хороший. Полкило есть. Сегодня мы его съедим. Давай с разгона ещё на каменный какой-нибудь найдите. На ёлку. Молодцы. Всё, стоим. Стоём на ночлег. Снимал, как мы позорно там? Не это самое, да? Ну так нет. Кто-то не снимал, как мы там позорно. Кто-то не снимал. Снимал вот сейчас, как мы сюда подъезжаем. Ха-ха-ха. Не стал вас позорный ваш подъём снимать. Ну вот такая веселуха. Ну у ребят так ещё. Умывальник у нас. У нас новый умывальник. Чуваки есть. Ха-ха-ха. Логичка вкусная. Ха-ха-ха. Так. Ну дырка такая нормальная, ещё маленькая. Хорошо. Потому что мы вчера клеили вообще жёсткую дырку. Да. То ли клееная, то ли что-то понятно не распределяет. Не-не-не. Это сверху. Потихонечку обустраиваемся. Лодку готовим на поклейку. Вот. Вот наш сегодняшний улов. На четвёрых. Вот самый большой у нас Хариус. Получается 935 грамм всего. Ну ничего, нормально. Ну так, в среднем все Хариуса у нас по полкило. По 400 грамм. 600 грамм. 400 и полкило. Сколько? 600? 400 и полкило было 900. Ха-ха-ха. 600, да? 600, да. В среднем Хариус у нас по полкило. Ну нормально ещё. Были и мелкие, и мелких отпускали конечно. Сегодня у нас рыбный день. Сегодня будет рыба у нас в фольге. Уха. Сколько? 630 грамм. Ну вот 600 грамм. Всё нормально. Отлично. Давай, давай, учись. Опа. Это бомбарда у Паши полетела. Я думал, что там все близко такие, жестокие. Ты подойди ему, подскажи. Я его к тебе отправил. Говорю, Миша мастер-класс проведёт. Ага. Ну сейчас. Подскажи ему там чё. Ну сейчас подскажу. Первый раз уже. Приготовление пищи по просьбам телезрителей. Хорисков положили. Небольшие хориски. Плавали щи сегодня. С жабрами шевелили. Тихо. Это просто у тебя очищенный хорис получается, да? Соль и лук. Лук там, да? Этот самый. Так вот. Тихо. Еще чесночок. 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 Стол у нас, конечно, нормальный. Да. Стол отличный. Надо, кстати, всегда так делать. Ха-ха-ха-ха. И ножами на лодке тут херачиваются. И, кстати, смотри. Бежит лодка. Ха-ха-ха. Тихо. Да-да. И вон там шли нож. Надувная лодка с ножами. Очень четкая. Вот так очередной пакет готов. Костер прогрит. Будем делать закладку. Да, Михаил? Конечно. Надо, чтобы костер не через два дня прогорел. Вот уха у нас готовится. Все хорошо. Так вот уже у нас все приготовилось. Сейчас будем смотреть результат. А, подюхай. А если он и пусть он там это рано... А, запах хорош. Вон она красота какая. Собственность заку. Минут двадцать где-то был у нас в углях он. Но жар, конечно, был. Мама, не горюй. Все отлично. Вот у каждого порция. Утро третьего дня. Собираемся. Сегодня встали рано. Потому что у нас вчера не было больших приключений. Лодку ребят заклеили быстро. Вот принимаем ванны водные и солнечные. Вон немножко солнышко проглядывает. Сейчас упаковываемся и в путь. Сегодня, возможно, пойдем в Котугу и поднимемся до пача. Там будем ночевать. Но это все пока под вопросом. У нас моторы не водометы. Нам сложнее. О, Андрюха там что-то у нас тащит. Молодец, давай. О, рыбешка. Молодец, хвалю. Ох ты, мощный. Ну ты вот это сам я помудри. Немножко. Пацан далеко от водки валяется. Вот это да. Ну вот сегодня, можно сказать, максимальный размер, наверное. Все, конец третьего дня. Стоим на Котуге. Завтра поднимаемся на пач. Сейчас занимаемся рыбой. Вот наш улов. Ну вот такие вот находился. Крупняк. Мелочи не брали. Все хорошо. Парни довольны. Все отлично. На лодке мы не смогли пройти через перекат. Одну разгрузили. Разобрали. Поменяли места и моторы. Лодку за перекат уже протащили одну. Метров триста. Завтра собираем нам необходимое барахло. Уходим на лодке пешком и поднимаемся на одну лодку чередром. Делаем очередную лопасть весла. Снова поломали весло. Колем чушку через клин, через топор. Нам нужна плаха. Пошла, пошла, пошла. Сейчас порвет ее. Сейчас порвет. Так, Витек, давай еще сюда. Сюда завали на меня полностью. А, выровнять хочешь? Конечно. Беспомитивно, да? Ты знаешь как. Клап, а не по голове. Да, он уже сказал. А то такой бам сегодня раз по голове. У тебя просто руками. Давай, давай, кри, кри. Сейчас ее порвет. Все нормально. Давай. Нормалек? Вот так, ага. Силу пытаю, пенек разливаю. Да, весло почти готово. Ну, плаха такая. Что получилось-то? Получилось. Ну, это как бы для весла такое, знаешь, облегчение. Да? Так, а что ты, смотри. Нормально, нормально? Да, все будет хорошо. Сейчас только тезка. Надо ее протисать и все. Это можно сжечь. Что-то. Все. Давайте, парни, я пошел. Пойду поем, а вы тут придите. А это тоже можно сжечь. Готовимся к поднятию по реке Котуга на Патч. На озеро Патч. Вот. Поставили Михин мотор на фрегат. Сделали вот такое весло. Мы вчера вместе с Витей. Все по красоте. Витя, короче... Витя, короче, у себя сослышал только что, как плеснулось рыбам. И все. Удержаться не смог. Паха вон здесь вот сидит. Вот ты красавчик, мужик, а! Вот ты красавчик, а! Вон идет спасатель мой! Спасатель Малибу! Несет мой спас-жилет, бля! Спасатель Малибу! Миха, спасибо вообще! Уважуха! Вот. Готовимся. Тут такой всплеск был здесь прямо у лодки. Я не могу это выдержать. Выдержка непонятно. Вот. Загрузились. Вещи оставили вон там за мысом. Прошли пороги. Пешком проточили лодку. Сейчас у нас 17 километров предстоит нам... Подъема. Подъема, да. До Патча по Кутуге. Будем выходить. Где будут пороги, будем на берег, Миха будет прорываться один. Потом уже порог пройдет и мы все разместимся в лодочке. Вот, красавчик! Витя, 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 Витя! Хороший, хороший такой, а? Хороший! Вот он плескался, а? Хороший! Вот, свечечки делает, а? Витек! Я ему не давал еще половить-то даже. Витя, красавчик, а? Хороший, хороший. Заводи, 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 заводи. Вот. Давай, 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 давай. Опа! Оп! Рукови, Витя! Опа! И ложка, что? Красавчик! Красавчик! Опа! Поднимаемся по подвиге против течения. Мель! Вдем на моторе мель! попали на мель идем на винте меха тут мелко вообще может потащим так и вот здесь поглубже да что такое на одном месте подержимся красавчик пахом тут рядом со мной лежит на лодке дело вот это делить делить вот там порог идет вообще конкретный пять миль река красивая рыбы здесь много но идем без рыбалки на обратном пути будем просто сплавляться и половим здесь гариуса так что вот так вот как то так парни прорываются без нас мы с паха шли по берегу сейчас миша будет высаживать пуска поедет один красивый вид сосеньки на глисере вот красота елочки поваленные вот такие берега какая красотища и глубину ну вот дошли до пача выходим из реки котуги и за поворотом и за поворотом сейчас будут избы вот с этими пацанами а вот этому повезло больше всех вот красотища ты какая роберт моя мечта сбылает так что как то вот так короче просто красота вот оно озеро летом два раза видел я его зимой теперь здесь я летом вон избы все пришли на озеро поднялись поднимались 20 часа всего вот встали на стоянку в избе полно машины стоят два уазика один трекол народу полно на озере проходной двор так же в принципе и по реке но мы вот добрались до места сегодня здесь ночуем отдохнем на озере и завтра мы отсюда наверное пойдем у самого берега косого порола очень жесткого поста Андрюха у нас купальный сезон открыл но спасательный жилет меня спас так что все четко дубль два блин мне самому холодно стало короче на тебя смотри мне самому холодно на тебя смотри мне самому холодно но мы же летом приехали сюда патч озера 11 июня температура минус 1 градус вот так вот бывает в Архангельской области вот по холодильнице одна за одним клюет второе срога, да, Бог? Витя занимается рыбой над нами пролетают лебеди большая-большая стая не видно на фотоаппарат но красота на озере тишина полная вот Витя разделал наш улов сегодняшний будет уха уха будет вкусненькая а мы сейчас поедем с Андреем постояем в жерлице а парня пока на камбузе передал свою должность, да? мы нашли на стоянке коптильню старую кто-то ее выбросил вот она валяется но она без крышки мы хотим ее забрать с собой и закоптим в ней хаиваться вот, нашли доску широкую сделаем из нее крышку и теперь у нас будет коптильня еще до кучи красота вон баха ловится из живца молодец живец исправно клюет Витька занимается едой Андрюха ставит палатку и шмотки вон на ней висят сегодня он искупался мальцам вот ребята возвращаются с постановки жерлиц подключаем и можно пытаться делать я не могу не могу посмотреть Там рыбка плещется по берегу, здесь всплески очень хорошие. Андрей нам показал хорошее место для стоянки. Сейчас пойду со спинником. Кто со мной, тот герой. Сначала ухи поешьте, уха сварена, салат сделан. Да-да-да, пойду по берегу погуляй, конечно. Ну вот тут у нас Витька что-то прет. Виды нет чего? Пока нет. Пацак? Щучка. Хорошенькая. Вот она, вот она. У нас уже вторая подряд, а третья подряд. Одну отпустили маленькую и вот две такие вот щуки хорошие взяли. Сейчас пока поедем. Блин, без поводка, прикинь. Без поводка. Давай этот, поцак может? Сейчас, сейчас. Дела хорошие вообще. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Свечечку сделала такую хорошую. Вот она, вот она. Вот она, красотка. Блин. Сейчас распавлю. Давай, давай, давай. Погуляю. Погуляю. Без поводка взяла, красавица. Ты посмотри. Давай, машь меня, машь меня, машь меня. Машь меня. Я буду, блин, не стирать этот костюм. Не буду. Что, смотри, зыка. О. Удачно выехали. На утреннюю зольку. А не, он, видишь, не порвало бы. Ага. Такое слове это. Поймали вот такого динозавра я считаю на патч озере это вообще крупняк Эта щука серьезная это что? Она тут нам таких дел все размотала и что-то я мать Размотала вообще все просто Такая красавица Спускаю его Да Вот такого Поймали такую мощную мощную щуку Крупнящую На жерлицу Красавец вот такой Вот такой да Давай по чуть-чуть верим по моему хотенью Идет гуляет Ты короче не забудь про три желания Просто не забудь Я тебя нашептал, а ты не забудь Хорош мучить мою рыбу Я зимой приеду ведь это самое Андрюха хорош мучить рыбу Давай Аста лависта бэби Голодная да мелкая А Угу Сработочка очевидная Блин Не виду ничего Я Не Андрюха Вика Надо перекинуть Чё там у тебя Чё там у тебя Чё за беда Ты выдержи колду и всё Да 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 Вот ещё на чуть-чуть Контакт Да Да Довольный Как удав Короче У нас только что был обрыв жерлицы Щуку мы не достали Не видали Очередная сработка Сейчас будем смотреть Ну и чё Прикинь Нормальный Был Был Ну вот у нас ещё Очередная Самая крупная щука Попалась на жерлицу Бедолашка Ёлки-палки Жалко её Такая сегодня уже вторая Видно там, да? Ты щука закидывай сюда и всё Ёлки-палки Ну вот Малси-палки на Патч в озере Роберт! Роберт! Тебе приедут, дружище! Где там? Ну, пощадь не знаю. Паша инспектор. Верли капахи инспектора. Есть контактов? Есть. У нас документы есть. У нас есть! Есть! Красивая, красивая. Ох, она тебя хотела сейчас, да, Мика? Слышишь? Леща не отдать, а? Мальца, нафиг. Ох, она как красиво тут крутилась, а! Она под нами где-то. Она забила, вот как ваш меха. Кузьмич поймал щеку. Кузьмич поймал щеку точно. Ну, такая небольшенькая. Ну, тоже хорошо. Что ты ее боишься, что ли? Кузьмич! Щеку нельзя бояться. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Опа! Сама снялась. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Живая. Где мамочки у нас тут есть? Пять. Шесть. От кушка поймали такого неплохого. На блесну еще. Бродяга у нас тут есть еще. Семь, да? Живая она еще их. Ну, ладно. Семь чучек поймали. Одно отпустили. Да, восемь получается. Неплохо. За часок, да? Ха-ха-ха-ха. Мы собирались поспать. Ха-ха-ха-ха. Но тут увидели всплески. Ха-ха-ха-ха. И подумали, что мы приехали спать, что ли, летом, а? Ха-ха-ха-ха. Да, поспали. Парни спят. Утром встанут. Будут, блин, нас, наверное, ругать. Скажут, куда нам столько рыбы? Да, потому что мы щуку наловили и съели. Ха-ха-ха-ха. Вылезай давай. Все, пошли греться в костра. Холодно. У нас заморозок. Температура примерно на минус один, минус два. Утро четвертого дня. Мы отрыбачились на патче отлично. С вечера взяли, наверное, штук там семь или восемь щук. С утра также половили огушков неплохих. Сейчас идем с Витькой на прогулку до Солохи. От лагеря примерно метров двести-триста получается. Пойдем так посмотреть, погладеть. Места шикарные. Красота вообще. Беломошник, сосновый бор. Идем с отрица, дышим бором, свежим чистым воздухом. Соленского заказника. Ха-ха-ха-ха. Довольные, как удавы. Половили хорошо хариуса, половили щуки. Отлично все. А вот речка Солоха. Вышли погладеть, посмотреть на нее. Опа. Но мы на Солоху не пойдем. Ловить за хариусом тут не будем ничего искать. Сейчас так вот посмотрим. Сделаем пару фотографий, грубо говоря. И пойдем лагерь собирать. Мы сегодня с Пач уходим. Опа. Вот такая красота. Речка Солоха. Вытекает из Солозера. Все, у нас сборы. Уходим с Пач. Нашли вот старую картинку. Подрихтуем ее, подровняем. Сейчас возьмем с собой ее. Только она без крышки. Но есть доска волшебная. Крышку сделаем из нее. Приехали ребята еще. Смена каравула. Мы уезжаем. Они останутся здесь. Час вечерней зорьки. И два часа утренней. Вот такой вот ловчик у нас получился на четверых. Рыба достойная вся. Штучки три, наверное, или четыре. Штучки мелких мы отпустили. Крупника взяли. Но окуня крупнее, наверное, 300 грамм. Нету. Сейчас мы все уходим на Котугу. На Котуге порыбачим по Хариусу. Но, может быть, сегодня выйдем в Соину. Сейчас пока собираемся. Ребята решили перекусить. И на выход. Покидаем нашу стоянку. Идем дальше. на сплав по Соине. Через Котугу. Ставим защиту. Вот такие вот винты у нас после подъема получаются. Elliotionen погрязни. Ставим. Ребята, mañana-ребята. Траваи – сынин то я хоть anfобода не смоглиела, но его не смогли к сфориатому ненавидятnes был в Санузской имп juice. Ну вот и все, в принципе, готово. Давай-давай, вытаскивай, в воде, хороший, вот так вот, сегодня будем сытые и довольные. Вот, и Витька у нас тут тянет неплохого. Давай, лавирую его. Опачки. О, красавец, такой, да, уже под килошечку? Ну-ка, покажись. Хе-хе, лепота. Вот, там что-то в Андрюхе ворочается, какая-то опять большая рыба очередная. Поймал семгу там. Я-а-а-а-а! Ух ты, нифига себе! Красавчик. Такой, да, под килошечку. Красавчик. Смотри, Миха. Ха-ха-ха-ха! Красавчик. Красавчик. Матерый, смотри какой. Да, матерый. Ох ты, килошечник. Ты че, мужик. Нормально, да? Да, у нас тут целая фабрика рыбная. Идет засолка рыбы полным ходом. Разработка там, что на уху, что посолить, что на копчение там. Рыбу мы наловились, в принципе, в доллар. Сколько было отпущено, да, Андрюха, рыбу еще? Да. Сколько рыбы отпустили. Ну, нормально, в общем. Семьги-то сколько отпустили? Ну да, Семьги много отпустили. Хоть река встала и проходной двор, но рыба пока еще здесь держится. Не выбитая река, все хорошо. На озере там и того больше моторов, лодок. Шестое утро, шестой день. Собираемся, проснулись, нас поливает дождем. У нас завтрак такой волшебный. Гороховая каша и щука в сметане под помидорами. Все молчат, короче. Все молчат, все едят. Собираемся. Все молчат. Собираемся. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok А его и не видать? Посмотрите! Вода холодная, ему видимо не охота Да ему пофигу эта вода вон у нас второй экипаж стоит ребята лови ждут нас давай к берегу у вас плохо кормят какой стык выпрыгнул просто из воды просто из воды река большая турья стоит на слиянии решили тут немножко половить хотелось здорово мужики большая турья все мы пришли в кучему нас поливало дождем с обеда так хорошо и мы решили расстояние частично пройти ходом до избы чтоб нормально хоть сегодня покемарить так сказать поспать сейчас занимаемся чисткой рыбы все такие хориза неплохие ведь попадались хорошие утро нового дня мы в кучеме там мужики с нами тоже живут три человека местных в кустах проснулись чтобы собираться упаковываться вышли размять косточки на островок немножко еще похолодал их оделись перед нами местный мужик на одной ямке поднял две съемки а мы кидали кидали и пока не удача но ведь кого-то островка поднял хорошего хариус к почти под килограмм тоже хорошо но где там достал последнего крупного хоть достает крупного хариуса из река соен нормальный хариус еще полки его есть мы прибыли в зву под названием олень ужинаем хариус поклевывает но не крупный до полкило что у нас по соине хариуса даже такого грамма по 800 там по килограммчику нету все меленький сейчас будем коптить окуня вот коптильны которые мы с собой привезли еще с пач озера была тут мятая вся кривая мы там нашли ее без крышки отрихтовали выровняли все сделали крышку сделали вот такую доску взяли тоже с собой привезли оттуда же в принципе ну что-нибудь придумаем так что отужинаем на боковую поспим и и мы завтра наверное ночуем на рыбзаводе нам отсюда осталось по моему это двадцать пять или двадцать семь километров всего лишь сплавится то есть мало а послезавтра мы уже будем в деревне соина с тобой фоткаться я один достоин просто ребята шутят вот это окно в этом сезоне вынес медведь нам ребята сказали предыдущие избы теперь уже его никто не стекли то просто-напросто целлофаном замотали а в следующем году эти медведь еще раз вынесут окно вынесут медведь отсюда ахахаха другие ребята вот чуваки смотрят на опухшего чихнориса или на немецкого военнопленного из фильма а зори здесь тихий сидят угорают короче вот как нормальник трезвая компания не курящая и трезвая компания трезвая компания и курящая все четко да все при своем деле не, где-то здесь видос был прикольный Леха на зовут Леха Леха на, на держи на, иди сюда на, 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 на на Леха, Леха в следующем году Приехали местные мужики, у нас у ребят кончились сигареты, поменяли на воблеры, да, Миха? Сколько воблеров отдал? Два воблера. Два воблера за пачку сигарет? За два, за две пачки. Все, отправляемся с избушки Елень, следующая остановка рыбзавод. Остановка рыбзавод. Югора. Яма тут неплохая. Облагаем. Яма не плохая, а рыба не бьет что-то пока. Хайвер, списайся мелко. Вот ребята тоже поднялись. А где? А где второй участник маршрута? Отказался? Походу делал, да. Что скажешь, какие впечатления у тебя, Андрюха? Все супер. Надо бросать курить. Тем, кто хочет забраться сюда. Горь, сюда. Бросайте курить. Забрались мы на Ивгору, внизу река Соина. Эти тут все ходят, прикалываются вдвоем. Сейчас мы спускаемся вниз. Подъем был такой, довольно-таки нелегкий. Пустили до рожди. Вся глина размокла. Все сырое. Ой, Паша поднялся. Неужели? Не сюда, я тебя сфоткаю. Паша поднялся. Молодец. Мы уже на тебе крест поставили. Все, в общем. Привет, пойдем. Вот такая долина реки. Нифига, он грязный весь. Красота. Пойдем, я тебя сфоткаю. Вот такая горень. Ивгора. Здоровенная. Заходим в порог. До порога была глубокая яма, протяженная, наверное. Метров 800 километров. Выход семги видели. Но поклевок не было вообще никаких. Даже в порог кидаем, пока нечего. Может, после порога чего будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Остров Сердуй Река Сойна Место это называется Рыбзавод Здесь был очень давно, в конце 70-х Вот такая вот старая изба Рыбацкая Коптилка стоит Внутри печка Нары тут на несколько человек Подвешены сухари Вешало для одежды сделано Хвост любит А это уже частные владения Арендованная земля Утро 9 дня сплава Парни пока спят Я поднялся до будильника Ну и решил приготовить завтрак Погода нас сегодня вроде как радует Синоптики не обманули на удивление Но температуру все равно обещали плюсовую А ночью был минус Вот у нас в ведре стоит лед Вот так вот Месяц июнь Сейчас собираемся Завтракаем И уходим в деревню Сегодня будем в деревне Завтра будем наверно в Кулуои Послезавтра у нас машина В Архангельске 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 Прибыль в деревню Сойна. Сидим, отдыхаем. Ждем пока почту откроет. Детишки тут играют. Здорово здесь конечно. Улица Набережная 26. Везде наверное есть такая улица. Покидаем деревню Сойна. Собрались? Идем до Кулоя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все успешно показывая айфон свой Что живой, включается? Нормалёк? Чпок Да все, выдержал погружение в воду более метра Миха Спас Айфон Герой Молодец По концовке да? Развели костер Согрелись быстро Ты что сталкера забыли делать так? Так что вот так вот Деревня Карипули Заправляемся бензином Магазин в деревне работает до 12 часов Ребята пошли искать продавщицу Зовут Валя Решили остановиться Поужинать На пляже на таком Сейчас что-нибудь с готовыми покушать Заходим в речку Кемнюга Бобер Ползет, бежит Эй, Бужик, привет! Как дела? Хе-хе Бежит 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 Продолжение следует... 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 на этом бревне приплыли сюда довольно языковые на гады шевели ой 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 он этого не кидает пошли не так далан халкает меня главное идет и все пиани ну вот он в совпале ходим все снимаем барахло да малость точковато это все это выгружать сделали костер подмерзли сейчас таскаемся барахло и не можем никак согреться заморозок очередной вот вся глина замерзла все замерзшие шестнадцатое число шестнадцатое июня мороз все замерзшие вот вот окна скарба в двухлодах шестнадцатое и шестнадцатое и шестнадцатое и шестнадцатое и трагедцатое и шестнадцатое и летом до мы полет 3 и Продолжение следует...